Всем привет, с вами Саввл и сегодня я хотел бы заперить мануал по моей сборке, то есть люди в комментариях спрашивают, не могут понять как что делать, но в принципе тут нет ничего сложного, то есть спрашивают где скачать, ссылка всегда есть в описании, как под этим видео есть, ссылка в описании, так и по всем видео по SLR есть. Ссылка в описании. Потом вы скачиваете архив, в этом архиве находятся файлы, в принципе вот они распакованы, то есть вы их распаковываете в любую удобную для вас папку, то есть у меня это diskdgames и SLR by Jackv2 при релиз 4. Почему так называется, потому что сборка основана на сборке Jackv2 при релизе, в принципе я просто накидал модов, чуть подсовершенствовал, где-то допилил, ну и такая сборка получилась. В принципе ничего особенного. Итак, вы куда-то это все распаковали, что обозначают тут эти папки? Папка бонус в принципе стандартная для сборки Jack'а именно этого при релизе, то есть тут бонусные всякие программы, то есть ну скорее всего вам может понадобиться только ENB и SLR Editor. SLR Editor вам скорее всего понадобится, а ENB понадобится немногим, так как он еще сильнее ухудшает стабильность игры, это очень печально. Дальше SLR Editor. Для чего служит SLR Editor? Для редактирования параметров машин, то есть чтобы он работал, нужно выбрать директорию игры, то есть открыть папку, где игра находится, и основной ярлык игры, то есть EXE файл. Выбираете его и нажимаете ОК. Теперь вот все эти машины, вы можете их редактировать. Ну допустим, смотрите, на каком примере показать, ну я не знаю, давайте вот на фокусе. То есть можно нажать Edit Engines Block и поставить галочки напротив тех двигателей, которых можно поставить на этот автомобиль. И так получается можно на очень легкие автомобили ставить прям мега мощные двигатели. Тут в принципе вот просто элементарно... Нет, я не хочу это сохранять. То есть выбираете машину, нажимаете на кнопку, ну можно просто Select All или нужный двигатель выбираете и нажимаете, именно который вам нужен. Дальше. Тут в основном еще можно вес изменить. Ну это уже подвеска, это уже сложные настройки. Ну также часто настраивается выворот. То есть именно вот этот параметр градуса, то есть для переднего левого колеса и для переднего правого колеса, для обоих настраивается. То есть что такое выворот? Это получается, на сколько градусов колесо поворачивает из начального положения. Ну, я думаю вы многие видели, как это все выглядит. Так, дальше. Папка Mod. За что она отвечает? Она в принципе ни за что не отвечает. Я просто сюда скидал все свои моды, исходники своих модов. Вдруг кому-то понадобится, может кто-то захочет покопаться, что-то достать из сборки. Вот, и в принципе объяснять больше тут здесь нечего. Кто захочет, тот разберется. Ну и собственно сама игра, сама папка с игрой. В принципе вот именно эта папка нам и нужна. То есть в принципе можно не распаковывать вот эти две папки. Вот это тоже не обязательно совершенно. То есть главное вот эта папка. Именно в ней содержится игра. А если остальные удалить, совершенно ничего не будет. Итак, если вы скачали игру и у вас разрешение экрана не Full HD, то есть не 1920 на 1080, вам нужно запустить вот этот MVM Resolution Changer и вписать сюда свое разрешение и нажать Save. Иначе у вас игра, по идее, либо будет коряво запускаться, либо вообще не будет запускаться. Ну и соответственно вот ярлык игры, через который все запускается. Ничего особенного. Ну и естественно можно на рабочий стол создать ярлык, вынести, то есть Seller Editor. То есть я не знаю, вдруг есть еще такие люди, которые пытаются вынести вот это, вот скопировать этот ярлык и вынести сюда. У них не получается. То есть для того, чтобы создать ярлык, нажимаем правой кнопкой на рабочем столе, ну и вообще в любом месте, нажимаем создать ярлык и указываем расположение вот этого объекта. В данном случае именно по этому пути вот этот вот объект, то есть вот этот экзешник, корневой файл игры. Если у вас вылетает игра в самом начале при загрузке, ну вообще в самом начале, то скорее всего вам нужно удалить файл Options из папки Game и из папки Save. Ну то есть папка Game находится в папке Save. Ну в принципе тут все понятно. Это может в принципе вам помочь. Если вам в принципе это не помогает, то просто запоминайте текст ошибки и пишите это в гугле. И в принципе если покупаться, то можно найти решение. Игра довольно популярная. Ну и в принципе это все, что я вам хотел сказать. Играйте на мои сборки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. То есть что вам непонятно, может что-то еще могу дополнить. По крайней мере в комментариях. Так что всем спасибо за просмотр и всем удачи. Всем пока.